Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» студии Дарья Каменских. Смотрите в этом выпуске. В районе Каиркан открылись двери нового храма, чьи освящение совершил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. С начала года мошенники выманили у норильчан 214 миллионов рублей, а число раскрытых преступлений за 10 месяцев 2023-го превысило 900. В Норильске продолжается осенний призыв. Рано утром во вторник 20 норильчан отправились на службу в ряды российской армии. 4 ноября 2023 года в праздник Казанской иконы Божьей Матери в районе Каиркан для прихожан открылись двери нового храма. Чин освящения храма «Преображение Господня» совершил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Ранним утром 4 ноября в новом Каирканском храме многолюдно. Престол храма был освящен в честь великого двунадесятого праздника «Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Среди прихожан – горожане, представители городообразующего предприятия и городской власти. Сегодня настоящий подарок для города Норильска, для всех жителей района Каиркан – открытие вот этого места, куда будут приходить люди, где смогут молиться. И вот здесь и университет, сегодня он здесь появился, поэтому настоящий исторический день. И я очень рад за наш город, за то, что вместе с городом развивается и русская православная церковь, и здесь появляются такие чудесные места. На следующий день воскресная служба проходит в более спокойной обстановке. Есть возможность пообщаться с теми, кто будет здесь служить. Напомним, храм возведен на средства норникеля. Стройка началась летом 2022 года, в День России. А день открытия совпал с Днём народного единства. По мнению настоятеля храма, это имеет особый смысл. Здесь еще присутствовали на богослужении, были приглашены владыкой священники, которые начинали здесь все. С которых начиналось строительство храма в Норильске, в Центральном районе. И наш архиерей их пригласил на это богослужение, на открытие храма, потому что они именно тогда, 35 лет назад, они мечтали, что это будет. И вот через 35 лет они приехали и увидели, что их мечты все осуществляются. Деревянное здание высотой 18 метров увенчано двумя куполами. Оно выполнено из деревянного бруса. Поэтому особое внимание уделено пожароустойчивости. Каждый брус пропитан специальным раствором, чтобы исключить возможность возгорания. При этом в холода здесь будет тепло. А недавно на пожертвование приобрели звонницу. До этого использовали передвижную из Норильского храма. Перед воскресной службой староста прихода 40 раз звонит в колокол. Везде, как вы ни посмотрите, в православии 40. Господь Бог 40 дней и ночей постился в пустыне. 40 дней, когда человек отходит в мир иной, то через 40 дней определяется его судьба, куда он попадает. Не судьба, как таковая судьбы не бывает, но Господь определяет, куда душа попадает. Везде в православии 40 прослеживается, поэтому благость 40 ударов делается. Резной деревянный иконостас, который отделяет алтарь от основного зала, изготовлен в Курской области. Настоятель отмечает, работа выполнена не вручную, а с применением технологий. Однако он обладает теплом и красотой. Две иконы из тех, что украшают стены храма, куплены на приходские деньги. Это икона Святой Матроны, у которой нужно просить помощи, здоровья и исцеления. И икона святителя Луки, у которого просят здоровья для родных и близких, об исцелении ребенка или об успешном зачатии малыша, об исцелении от недугов. Я здесь рядом живу, я видела строительство этого храма и как бы всегда волнительно ходила мимо этой стройки. Вот сегодня я первый раз пришла в этот храм. Поэтому надеюсь, мне здесь очень понравится, что здесь я буду как дома. На втором этаже временно располагается воскресная школа. В ней, Слово Божье, изучают 15 детей. Когда достроят второе здание, приходской дом, школа переедет туда. В приходском доме разместят три класса вместимостью по 20 человек. Кабинет настоятеля и конференц-зал, где дети смогут выступать, а также крестильню. Екатерина Алексеева, Александр Вуори, Норильские новости. С начала года мошенники выманили у норильчан 214 миллионов рублей. А число раскрытых преступлений за 10 месяцев 2023-го превысило 900. Об этом сообщили на пресс-конференции в городском отделе МВД. Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 138. Это примерно на 9%. Прежде всего, увеличение произошло за счет преступлений в сфере IT. За 10 месяцев текущего года норильчане подарили мошенникам 214 миллионов рублей. Помимо привычных всем звонков от лжеброкеров, представителей служб безопасности банков и якобы правоохранительных органов, добавился еще один способ. Когда на сотовый телефон гражданину звонят и представляются сотрудниками сотового оператора связи, сообщая, что заканчивается срок действия сим-карты, и в связи с чем услуги по предоставлению сотовой связи будут прекращены, для продления необходимо сообщить код, который поступает также в смс-сообщение. Однако, по факту, данный код открывает мошенник доступ к учетной записи на портале государственной услуги. Помимо этого, в последнее время мошенники атакуют будущих жертв в мессенджерах – WhatsApp, Viber, ВКонтакте. Присылают сообщения из ломанного аккаунта вашего друга или родственника с просьбой помочь и перейти по ссылке. Переход по ссылке оказывается губительным для денежных средств жертвы. В таких случаях не стоит переходить по ссылке, даже если она отправлена от близкого вам человека. В полиции напоминают, помимо того, что с мошенниками не стоит вступать в диалог по телефону и лучше всего просто прекратить звонок, есть еще один способ поставить на место злоумышленников. Самый простой способ, когда вот сейчас по борьбе с мошенничеством, просто нам просто всем советую, всем нашим дарельчанам советую, включайте громкую связь, когда вам звонят с незнакомых номеров. Вот буквально, вот мне самому лично звонили, значит, порядка 4-5 раз громкая связь идет, и они буквально через 2-3 секунды отказываются от всех переговоров каких-то. Отметим, раскрываемость преступлений против личности в Норильске стопроцентная. По тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным против личности, раскрыты все преступления, раскрываемость составила 100%. Это убийство изнасиловало неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Раскрыто 28 преступлений из числа прошлых лет, 7 из них тяжкой и особо тяжкой категории. Обеспечена эффективная работа по снижению остатка разыскаемых лиц, скрывшихся от следствия до знаний суда. Еще одна категория – преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, с начала года сотрудниками полиции была пресечена деятельность пяти группировок, совершивших более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Обнаружено 86 фактов сбыта наркотиков с использованием IT-технологий. Впереди у сотрудников полиции профессиональный праздник. Олег Мусихин поздравил коллег с наступающей памятной датой. Я, конечно же, хочу весь личный состав отдела МВД по городу Норильску, всех работников системы Министерства внутренних дел, ветеранов поздравить с наступающим праздником. Я желаю выполнить все поставленные государственные задачи, которые нам обозначены нашим верховным главнокомандующим, министром внутренних дел Российской Федерации, начальником главного управления по Красноярскому краю. Всего за 10 месяцев текущего года раскрыто около тысячи дел. Надежда Балдакова, Евгений Журнов, Норильские новости. В Норильске продолжается осенний призыв. Рано утром во вторник 20 норильчан отправились на службу в ряды российской армии. Ежегодно согласно указу президента России от 29 сентября 2023 года, осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. Во вторник состоялась очередная отправка. Два десятка новобранцев по прибытию в сборный пункт Красноярска пройдут контрольную медкомиссию и тестирование на пригодность к службе. Далее их ждет распределение по специальностям и родам войск. Чаще всего служат в сухопутных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, национальной гвардии. Свой долг перед Отечеством ребята будут исполнять 12 месяцев. Повестка не приходила, мне позвонили. Медкомиссию прошел. Все. Дали вот седьмого все. Прийти с вещами. Виктору 20 лет, и он уже знает, где бы он хотел служить. Дальний Восток. Говорит, что никогда там не был. Проводить ребят пришли родители и друзья. В военном комиссариате отмечают. Среди мужчин, которые подлежат призыву, с каждым годом становится все меньше уклонистов. Уклонистов намного стало меньше. Не знаю, с чем это связано. Наверное, патриотизм нашей молодежи начинает возрождаться, если по сравнению с остальными годами сейчас идут охотно. Не знаю даже, с чем это связано. Алмаз Габасов отметил также, что по сравнению с прошлыми годами снизилось количество мужчин, негодных к военной службе, по состоянию здоровья. Напомним, в этом году призыву подлежат мужчины с 18 до 27 лет, а с 1 января 2024 года уже с 18 до 30 лет. Николай Букалов, Анастасия Орлова, Владислав Моисеев. Норильские новости. В администрации напомнили о необходимости уплачивать взносы по региональной программе капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных в Красноярье. Напомним, первые взносы норильчане стали уплачивать в 2014 году, а первые отремонтированные объекты по программе стали появляться в нашем городе в 2016. С тех пор отремонтированы 117 крыш, 675 лифтов заменено, в 39 домах отремонтированы инженерные системы, отремонтированы 6 фасадов многоквартирных домов. Общая стоимость работ – порядка 3 миллиардов рублей. При этом основной источник финансирования программы – взносы собственников жилья. Напомню, что размер взносов также утверждается правительством Красноярского края, и на сегодняшний день он составляет 12 рублей 31 копейка с метра квадратного площади жилого помещения в месяц. Это для домов необорудованных лифтов, и, соответственно, для домов, в которых есть лифты, это 12,81. Платить взносы можно несколькими способами. По QR-коду в квитанции за коммунальные услуги через систему быстрых платежей на сайте фонда в отделениях Почты России. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. Например, инвалидам 1 и 2 групп и собственникам жилья старше 70 лет. Взнос компенсируется в 50-процентном размере. На полное возмещение могут рассчитывать люди старше 80 лет. Так, у нас в Красноярском крае установлены льготы для одинокопроживающих пенсионеров, возраст которых старше 70 лет. Поэтому можно обратиться в социальные службы города для того, чтобы узнать, какие именно конкретно льготы и как ими воспользоваться. Работы по региональной программе капремонта продолжаются. Заключены договоры на ремонт 10 фасадов, систем электроснабжения в двух домах, сетей тепловодоснабжения в 19 домах, 9 крыш. Всего за период с текущего года по 25-й запланирован ремонт 28 крыш, 210 лифтов, 26 фасадов. Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Норильские новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и дополняет его новыми положениями, которые вводят штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров, пишет ТАСС. Штраф для должностных лиц составит от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Также вводится наказание за необоснованный отказ в рассмотрении, либо за уклонение от рассмотрения в установленном законном порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц это повлечет наложение административного штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических от 100 до 300 тысяч рублей. Финансовое управление и управление экономики городской администрации отметили свой 70-летний юбилей. В городском центре культуры в честь этой даты прошел концерт и церемония награждения сотрудников. На плечах сотрудников финансово-экономического блока большая и ответственная работа. Составление проекта главного финансового документа Норильска – бюджета. Организация его исполнения, формирование отчетности, обеспечение сбалансированности бюджета и многое другое. Но в этот вечер главная цифра – 70. Рада видеть здесь вас всех. Мы очень старались, чтобы этот концерт был по-домашнему очень хороший. Мы принимали непосредственно активное участие, поэтому желаем хорошего вечера. Ну и все-таки я верю, что наша трудная работа, но бесспорно интересная, будет и дальше участвовать на благо нашего родного города и на благо наших Норильчан. В день празднования юбилея сотрудников поздравили и отметили грамотами и благодарственными письмами, как на краевом, так и на городском уровне. Позвольте искренне пожелать всему коллективу и каждому его специалисту в отдельности крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, процветания на благо родного города и нашего края. С праздником, дорогие друзья! Хочу пожелать вам, прежде всего, крепкого сибирского здоровья, терпения в вашей нелегкой работе. И чтобы поменьше было негативных звонков, а только слова благодарности в ваш адрес. С праздником вас! Я благодарю вас за ваш профессионализм, за приверженность выбранному делу. Пожелать вам благополучия, успехов, всего самого доброго. А в знак памяти о сегодняшнем вечере и о том, что совпали два юбилея, 70-летно-рильскую финансовому блоку, хочу вручить вам памятный адрес. Помимо официальных лиц, коллектив финансово-экономического блока поздравили лучшие танцевальные и музыкальные коллективы города. Надежда Балдакова, Александр Вуори, Норильские новости. К этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте norilsk.tv. В студии была Дарья Каменских. Всего доброго!